Возникают вопросы к некоторым деталям, уже деталям, воспроизводимостям и так далее, всего этого, что вы рассказываете. Вот нанотруб, углеродные вы назвали. Понятно, в рамках вашего подхода к использованию терминографен можно сказать, что они и графеновые. Да, да. Просто графеновые трубки можно называть. Ну, углеродные раньше называли, теперь модно графен, графеновые трубки. И давно знали, и понимали, что так же в граффити. Но теперь вопрос. Вот вы сделали полоску еще. И полоски вот из коронеров, это прекрасно, коронеров, это очень прекрасно, интересно, да? И снимали разные, ну, спинтры. А возникает вопрос, чтобы была воспроизводимость и удачная интерпретация, нужны начальные и граничные условия и воспроизводимость, ну, самих размеров, длины, например, трубки, а не только диаметр, а нам напоминали диаметр, длины. Во-вторых, форма по длине, это извивы, изгибы, их пачка, не пачка, стоят, не стоят. Есть вопрос, к чему они прикреплены, ведь вот, ведь скотчем отрепляли там, например, а теперь все это не скотчем, и у вас это рост какой-то процессы, о процессах вы не говорите. Начальные и граничные условия, чтобы воспроизводимость спектроскопических данных была, и чтобы потом, соединяясь с теориями, рассуждать уже на уровне, ну, например, терминдавики, ну, всех разделов из химии, интерпретировать, характеристики, которые вы обсуждаете. Вот это у вас есть? Воспроизводимость есть? Да, вот эти эксперименты. Чего, я задал вопрос? Нет, воспроизводимость есть. Мы контролируем воспроизводимость диаметров, например, по рамаму. Диаметр? Я задал. С длиной, ну, тут мы точно контролировать не можем, но поскольку мы при осаждении пленки из нанотрубок, мы используем сначала фитразвук для обработки суспензик, то примерно мы знаем размеры 500 примерно нанометров, 400-500 нанометров. То есть, более-менее, и вот то, что мы видим в спектрах лиминесценции, это повторяемо. Я сказала, что фактически наблюдается два положения пехов, то есть соответствующие иммун геометриям полосок. Вот, то есть это не единичный эксперимент, мы несколько раз это повторяли, и на этапе изготовления пленки из нанотрубок мы тоже это контролируем. Ну, изгибы и пачка, не пачка, вот тоже контроль есть, вот они расти могут быть рядом. Ну, вы знаете, лиминесценция вообще наблюдается не в пачках, поскольку в пучках идет гашение лиминесценции на металлические трубки. И без особенных изгибов. Ну, изгибы мы тут не можем контролировать, но в среднем, в общем, их не так много. На левой картинке, если присмотреться, если сделать сечение по длине волны возбуждения, то вот спектр возбуждения будет иметь несколько максимумов. Понятно. Да? Чем это объясняется, может быть? Вопрос. Ну, тут на самом деле не несколько максимумов. Тут цвет отражает интенсивность. Правильно. Ну, вот если я сделаю сечение, вот по длине волны 675 нанометров, то у меня получится, что зависимость, интенсивность лиминесценции от возбуждения имеет, вот как минимум, раз, два, три максимума. Вот, а на этом рисунке еще более сложная картина. Здесь, если посмотреть, то тоже есть неоднородность по максимуму. Ну, если посмотреть на аспект, то он достаточно широкий, на самом деле. Поэтому, с чем связаны... Ну, мне кажется, это просто с тем, что цветовая градация имеет ступенчатый характер. Объект состоит из ни одной полосочки, а из-за коллектив. Но, тем не менее, поскольку исходные трубки имеют достаточно ускороцентный характер по диаметре... Плюс-минус один англ, скажем. Поэтому, несмотря на то, что у нас есть немножко разный диаметр, получается полоска либо такой диаметрии... Возможно. Либо такой диаметрии, либо такой. Просто в этом диапазоне диаметра другого получиться, скорее всего, не может. Вы удовлетворены? Кто еще хочет? А нельзя ли вот такие полоски не графена, а графана туда поместить? Вот, достаточно поместительные... Где его взять, графан? Нет, не обязательно графана, но вообще, вы знаете, вот это заполнение нанотрубок, это сейчас очень быстро взбивающаяся область. И в наших планах, например, есть такие же плоские молекулы, содержащие два атома азота. Или атомы серы. И есть такая перспектива, что если мы сможем заполнить трубки такими молекулами, то мы можем изменить, например, терминирование концов полосок. В результате этого изменить электронные свойства той полоски, которая получается. Помещать туда графан перспективным... А графан как сделать-то? Он же должен... Игорь его взять. Нет, во-первых, диаметр нанотрубки 14-18 ланг. Но можно найти... Нет, но графан это все-таки твердое тело, протяженное. Можно меньшего размера делать фрагментами, например, пергидрофенолен. Я позволю себя прервать, но это надо нам обсуждать уже. Но они не пробовали все. Нет, но идея заполнения другими молекулами у нас существует, и мы сейчас пытаемся... Пожалуйста, у вас вопрос. Пожалуйста, я попробую громко. А куда там водород девается? Вот, главный вопрос. Водород девается... Молекула коронена покрыта CH-связями, ковалентными. Да, да. Вот как они рвутся, и куда водород уходит? Водород терминирует край полоски. То есть, как мы предполагаем, и мы делали моделирование, получается, что при терминировании водородом нет взаимодействия между полоской и трубкой. И это действительно так. То есть, мы почти не видим изменения в спектре нанотрубок, и в полоске тоже. То есть, но, если, например, вместо водорода будет терминировано хлором, то будет сильное взаимодействие между полоской внутри и трубкой. То есть... За счет чего ковалентное, достаточно прочное, разрывается у вас в этих ваших мягких условиях? Вы рассуждаете про водород так, как будто он свободный. А в коронене это типичное органическое соединение, на внешней поверхности которого имеются обычные ковалентные CH-связи. И я не помню точно цифры, но это достаточно прочная связь. Но вы знаете, моделирование показывает, что это возможно, что часть водорода... Я не сомневаюсь. У них можно заменить углеродные трубки борно-нитрильными трубками, у которых совершенно другой спектр. Это мы сейчас демократ. Если мы берем многостенные, то внутренний диаметр достаточно велик в тех борно-нитрильных, которые термятся. Но если он велик, то в эксперименте получается, что образование трубки внутри больше, чем образование паузки. Но это одно из направлений, которые мы сейчас пытаемся развивать. А скажите, пожалуйста, спектр, который вы наблюдали, не совпадает ли со спектром гимеров либо тримеров? Нет, не совпадает. Гимеры и тримеры... А больше есть нет? Ну, небольшой сдвиг, но он существует в синюю область. Это мы проверяли. Но в самом деле не перекрещивается. Нет, нет, их положение максимум различно. Пожалуйста. Известный опыт, когда внутрь углеродной нанотрубки загоняли к цепочечной углеродке. Скажите, будет ли внутрь нанотрубки даться переход к графену для уменьшения диаметра? Не сможете ли вы наблюдать в будущем вот этот переход? Ну, это, наверное, будет. Это, наверное, будет, но надо взять очень маленький труб. Для того, чтобы... Но мы сейчас очень увлеклись заполнением нанотрубок, и в том числе мы заполняем йодом. И в йоде это очевидно. То есть начинается с цепочек, затем получаются спиральные цепочки, и затем одномерный кристалл. Но, вот, к сожалению, для углерод, содержащих молекул, нужны очень маленькие трубки, чтобы получить цепочку.